Всем привет, ребята! Я Алиса, со мной, конечно же, бешеный Микки Маус Милеша. Она у нас сегодня как динозавр звучит целый день по квартире, поэтому распаковка сегодня будет интересная. Потому что сегодня нам прислали новинки Красти Бокс. У нас есть тубусы, есть у нас миксбокс новенький, также есть у нас собачки. Собачки Милеш, тебе понравятся собачки бокс? И, конечно же, тубусы. Обожаю тубусы, потому что мне всегда везет на сюрпризы в них. Это у нас тубус с канцелярией. Один тубус Милеша утащила. Милень! Мягкая игрушка, предлагаю с нее начать. Ребят, ну а вы пока поддержите нашу распаковку лайком. Да, Милень? Если поставите лайк, Милеша вас не покусает своими новыми зубами, которые уже 7 штук, поэтому ставьте лайк. И пишите в комментариях, если хотите... Новый блогер растет просто. Иди сюда, Милеш. И пишите в комментариях, если хотите больше распаковок Красти Бокс, потому что в последнее время мы что-то стали их реже снимать. Да, давайте начнем с игрушки вот... О, слушайте, Х2. Милеш, что такое Х2? Две игрушки, что ли, здесь попадет? Сейчас увидим. Так, Милеша сейчас уже будет таскать игрушки. Милеша уже сама открывается. Смотрите, что это, Милеш? Как вы думаете, что там? Я думаю, там какая-то собака. Давай, Милеш. О, написано хэппи. Раз, два, три. О, это банан? Это банан? Ой, какой бананчик, Милеша. Давай, убирай этот телефон. Банан интересней. Посмотрите, какой он милый, ребят. Это бананчик, но здесь у него мордочка какого-то зайчика. Держи, Милеш. Банан будешь? Банан будешь? Ладно, Милень тут увлечен. Так, Х2. Ребят, я была права, здесь две мягких игрушки. У нас не один банан. Смотрите, это котик перевертыш. Я правильно понимаю? Да. Посмотрите, здесь у него мордочка довольная. Милеша понравился котик. Папа. А здесь у нас котик злой. Как осьминог, который вот у нас есть. У нас есть такой осьминог. Я думаю, вы все такие знаете. Напишите в комментариях, у кого такой дома есть. Милеш говорит нет. Вот он злой и добрый. А это котик. Честно говоря, я не видела подобных котиков. Очень классная игрушка. Держи, Милеш. Милеша еще нашла наклейки. И, конечно же, фирменные наклеечки Красти Бокс. И все, тубус пуст. Милеш, я тебе оставлю даже тубус. Она так любит вот такие вот коробки, бутылочки, тубусы. Поэтому оставим Милеша, конечно же. Так, ребят, предлагаю собачки. Он такой тяжеленький. Микс, конечно, тоже большой. Но собаке мне вот интересно постричь. Хочется каких-то сегодня настроений распаковывать какие-то игрушки. Поэтому посмотрим, что там внутри. Открываем. Прячем ножницы от Миления. Увидела, смотрите. Так, все. Надо на них сесть. Уже ничего нельзя. Я вам сейчас буду жаловаться. Ничего нельзя спрятать от этого Миления. Да? Милеша ведет свою съемку, кстати. Так, смотрите. Здесь у нас уже много всего интересного. Наклеечки Красти Бокс. Жрунишка. Это контейнер. Милеш, жрунишка, это ты. Держи. Вот тебе такое как раз надо. Ты главный жрунишка у нас. Точнее, не жрунишка. Потому что из-за этих зубов она мало кушает сейчас. Ой, а вот это Милешу нельзя. Это уже мне. Потому что это кружка. Кстати, Красти Бокс были очень классно упакованы. Коробочки стали упаковывать в пленку. А тубусы, как раньше, в пупырку. Коробки, по-моему, раньше приходили обычно, но сейчас они еще в такой пленке были. Я ее сняла перед распаковкой. Посмотрите, какая милая кружка с мопсом. Она прям очень стильная, без лишних рисунков. Как бы подойдет и детям, и взрослым, и на подарок. И кружка дошла идеально, без всяких сколов. Вот я уже сколько лет распаковываю Красти Боксы, и всегда, всегда ничего не разбивалось, слава богу. Все приходило отлично. Даже Милеша говорит, да. Но кружку я, пожалуй, пока спрячу на полочку. Так, пока еще Милеша здесь не достает, потому что она может разбиться. Далее у нас идет блокнотчик с попами... Блокнотик? С попами собачек. А, здесь всякие, давай рассказывай, я тебя слушаю. Короче, с прикольными всякими надписями. Блокнот у нас черный. И внутри вот такие листочки. Кстати, блокнот очень приятный. Он такой матовый, прорезиненный. Вот, он прорезиненный, его прям приятно держать в руках. Обожаю всякую такую вот канцелярию. Честное слово. Сюрпризик, смотрите, который я часто забываю. И попсокет с попой собачки. Ой, короче, я же забыла, это же собачки. Здесь у нас все будет с собаками. И попсокет, и контейнер. А вот секретный подарок, как вы думаете, что внутри? Ставим на паузу и пишем в комментариях. Милеш, как ты думаешь, что там будет внутри? Да. Да? Ой, Милеша. Милеш, такая интересная уже стала, да? Скажу, скоро будем контент снимать с вами. По магазинам скупать все. О, спасибо, Милеш, у тебя мама тормоз. Пенал же еще был. Пенал тоже с собакой. Написано, ну что еще? Я тебя внимательно слушаю. Короче, стильная коллекция канцелярии. Обратите внимание, что вот кто любит такой минимализм, темные тона, не розовый, не единорожек, обратите внимание на бокс с собачками. Он есть и на Вайлберрис, и на Озон, и на сайте Красти Бокс. Ссылочки я оставлю обязательно в описании. Очень меня порадовал сегодняшний бокс. И там маска для сна. Но сюрприз, как вы понимаете, всегда рандомный. Поэтому это у нас секретик, да? Носочки нам попадаются. Пупсоки, ты, Милеш, ложись спать. Ой, ладно, Милеш, Милеш, Милеш! Милеш, не врежься! Плохая мама, скажи, что ты натворила. Так, и все, остался у нас, осталось сено, как я его называю. И следующий, ну давайте раз мы уже тубус-бокс, тубус-бокс, продолжим эту традицию. У нас есть тубус с канцелярией. Милеш, секретный пакет. Будет еще сегодня секретный пакет, не переживайте. Хочу открыть тубус с канцелярией, потому что, как вы знаете, канцелярию я тоже люблю. И для многих канцелярия будет актуальна на учебу. Мне кажется, и всегда подружке такое можно подарить. Вот такое у нас. Здесь уже не одна игрушка, не две, а очень много канцелярий. Итак, смотрим. Пенальчик. Милеша, не воруй мой тубус. Не воруй тубус. Ты хочешь доставать? Вот такой желтенький пенальчик. Милеша у нас нашла. Это же ластик. Посмотрите, какой он миленький. Это у нас какая-то хомячок какой-то. Милеш, не надо тебе хомячка. А ручка, посмотрите, какая классная ручка. Здесь, знаете, я видела такие ручки. Милеша, ну тебе еще рано канцелярию. Ты же нам все стены опишешь. Короче, обратите внимание, раньше такие ручки были, ну, три цвета. Там красный, черный, синий. Здесь цветов 10. И оранжевый, розовый, зеленый. Еще есть какая-то штучка, похожая на таблетку. Такую вот большую капсулу. И это у нас розовый маркер. Розовый маркер такой. Он у нас пока... А, ну, текстовый делитель. Также у нас такой декоративный скотч, эколографический, розовый. Еще есть три таких линейки, закладки линейки. Единороги, радужки. Такие, знаете, никогда не забудете в тетрадках с собой носить в пенале. Если вы забываете большие линейки, не хотите их носить с собой, вот такие штучки будут актуальны. Также у нас вот такая... А, это просто тоже, я верю, в виде нароков. Закладочка, закладушка. Еще одну линейку даже нашла. А это что у нас? Что у нас здесь? Ой, слушайте, столько штучек всяких положили. Не ожидала. По-моему, раньше наполнение было немножечко поменьше. Сейчас Крастибокс прям очень много кладут в свои канцелярские боксы. Посмотрите, вот это у нас, наверное, просто тоже листы типа стикеров записывать свои планы. Вот, смотрите. Сгрызу твои тапки, съел все котлеты со стола. А, короче, здесь про собачьи всякие надписи. Вот так вот. А, и слушайте, разные надписи практически, но они чередуются. Короче, вот такие стикеры. Потом, ты замурчательный, это у нас что? Это у нас просто рисовать антистресс-блокнот. Да, типа антистресс-раскраска. Ой, кстати, Лиза такие обожает. Конечно же, копилка для ваших накоплений. Я вот в каждой комнате разложила по копилке и туда мелочь собираю. Конечно же, наклеечки, наклеечки от Крастибокса. Голубые. Ой, это не все. Слушайте, а ластики-то у нас еще вот такие ламы затерялись. И вот такой попсокет с мишками. Получается, у нас три ластика было. Вот, вот весь наборчик. И, к сожалению, к сожалению, канцелярский бокс закончился. Милешик, канцелярию мы от тебя убираем. Милеше понравилась ручка, потому что у нее резиновый кончик. Милюш, ну не ешь ты. Давай спрячем. Вот смотри. Оп. В боксик прячем. И все. Все. Милеша вырастет и будет рисовать. Держи. Молодец. Кстати, вот этот пенал мне понравился. Держи, Милюш, пенальчик тебе. Ну что, переходим к миксбоксу. К миксбоксу. Ой, а он потяжелее, чем бокс с собачками. Скажу я вам. Сразу не оценила. Подумала, что он легче. И открыла собачек. Давайте его откроем. Возможно, там будет и еда, и игрушки, потому что в миксбоксе может попасться что угодно. Это уже проверено годами. Подарки всегда оригинальные. Опа. Открыли. Уху. Прям наполнение такое большое, скажу я вам. Здесь у нас стикеры. Сколько раз я сказала стикеры или наклейки от Красти Бокс. Милеша, ножницы. Да ну отдай ножницы. Все. Единорожьи планы. Это у нас планер такой милый. Там что, листочки внутри розовые? Слушайте, обожаю черное и розовое сочетание цветов. Милеша всегда найдет себе ручки. Единорожьи планы. А, нет, листики там такие. Короче, записывать свои ежедневные. Ручка вот такая с уткой Лала Фанфан. Это утка Лала Фанфан. Или малыш Цип-Цип. О, боже. Посмотрите, какой с капкейком милый ланчбокс. Вот, обожаю. У меня нет обычных контейнеров. Контейнеров дома обычных у меня нет. А все от Красти Бокс, которые меня выручают. Зато у меня красиво всегда в холодильнике. Вот такой ланчбокс на два отделения. Баночка для лимонада стеклянная. У меня есть такая в форме кактуса. Тут еще и трубочка в комплекте. А это у нас киви. Милеш, на стеклянные вещи извините. Мы откладываем сюда, потом уберем на кухню, потому что тебе такое нельзя. Пенальчик. Слушайте, это же тоже утка Лала Фанфан. Я права? Очень похоже. Да? Милеш сказала да. Конечно же, блокнот вселенная на стороне мечтателей. Понятно? С космосом, с твердой обложки и листочки в клеточку. Милю, что там? Секретный подарочек. Ну, давай. Дай секретный подарочек. Дай. Дай. Милеша научилась дай и наделась. Ну, дай. Держи-ка. Держи коробочку. Вот так. На, на, на. И секретный подарочек. Милеш, что там внутри? Смотрим, смотрим, смотрим. Мне кажется, там какие-то носочки, потому что что-то мягенькое. Точно не попсокет, не зеркало. Да, это носочки. Обожаю носочки. Слушайте, раньше ложили такие длинные, а эти прям не нравятся. Так, ножницы, ножницы. Посмотрите, какие носочки я хочу надеть, чтобы вам показать котика. Смотрите, какой милый Милеша. Хап-хап-хап. Ам-ам-ам-ам-ам. И, к сожалению, это все. Но если вам понравилось... Ой, носок на руке. Это видео. Обязательно давайте наберем 20 тысяч лайков. И я закажу, например, или все боксы от Красти Бокс, или все тубусы. Если вам идея такая понравилась... Милеша понравилась. Да, Милеша, ну иди уже ко мне. Ой, пакостник мелкий. Если вам такая идея понравилась, обязательно набирайте лайки, пишите в комментариях. И, конечно же, посмотрите предыдущее видео, там, где я показала подарки Милеше на один годик. Там столько всего было. Вы будете в шоке, если честно, потому что мы разбирали эти игрушки. Я сама была в восторге от них. Короче, видео это я тоже оставлю в описании. А также ссылочку на Озон, на Вайлдберрид и на сайт Красти Бокс я оставляю для вас в описании. Короче, переходите в описание, там все интересное. Ну, а мы с вами встретимся очень скоро в новых видео. И всем пока-пока! Милеш! Пока-пока! Машина, иди по машине! Уля тоже умеет. Пока-пока! За Милешу!